В этом видео я решил показать, что у меня получилось сделать для подключения ZXL к такому мониторчику с Алиэкспресс 7 дюймовому, который я там заказал И для этого как раз использовалась модификация прошивки того самого народного контроллера Для неё мне пришлось выпаять чип памяти, куда заливается эта прошивка Сейчас он у меня висит на таких соплях, можно сказать Но зато благодаря этому мне получилось его туда-сюда постоянно перетаскивать между программатором и этой платой и тестировать многочисленные режимы которые хотелось бы здесь проверить В самом ZXL их получается 8 штук, то есть это у нас 4 основных режима по таймингам Плюс каждый из них работает в TV частотах и VGA частотах Я взял уже готовую прошивку, которая была выложена на форме ZXPK Там было 7 режимов, которые можно было настраивать И вот несколько недель я, можно сказать, подстраивал все эти режимы чтобы они работали друг от друга независимо и цеплялись в нужном, скажем так, режиме ZXL Получилось у меня сделать это частично То есть TV-режимы я смог разбить То есть они теперь работают отдельно друг от друга То есть каждый цепляется именно по своим таймингам С VGA-режимами такая штука не прошла То есть у меня работает только два VGA-режима по сути дела Один до 60 Гц, второй до 50 Гц Для версии с 48 кБ спектром и таймингами у меня не получилось это сделать Отдельно его выделить Так же как и для Пентагона То есть несмотря на все эти попытки поставить там толерантность почти почти нулевую То есть все равно вот эти по частотам я не смог их разбить Цеплял столько все время один режим из всех Вот можно посмотреть как это выглядит на экране ZXEVOLUTION То есть сейчас выставлен режим 48TV Мы будем переключать их сейчас друг с другом То есть видим, что они все переключаются То есть 48VGA тоже цепляется Но он цепляется с таймингами 128 кБ Поэтому увидим это дальше Вот 128 кБ режим Вот он же VGA-варианте Приключаем на Пентагон Пентагон ТВ тоже цепляется И Пентагон VGA То есть нужно учесть то, что вот для каждого этого режима Приходится править соответствующие параметры его в прошивке То есть все вот эти вот размеры Места расположения, собственно говоря, видимой части экрана Приходится подгонять Потому что частоты у всех свои Тайминги свои И поэтому выглядит оно по-другому Вот на этом экране можно видеть, да, как у нас вот Вариант для 128 кБ уехал вниз Для Пентагона А для Пентагона VGA я не смог выставить свой Поэтому приходится пользоваться тем, что есть Или, например, вот вариант 60 Гц То есть у него растянутое изображение свыше экрана Чуть-чуть То же самое для VGA режима То есть по-другому настроить не получилось Вот на VGA режиме 60 Гц Прямо вот Пиксели такие, что, как говорится, можно порезаться Настолько нечеткие Ярко выделяются Прямо впечатление, что каждый ровно состоит Из четырех Пикселей на экране Сейчас покажу, как это выглядит Выравнивание этих пикселей И еще эту гребенку Что я ее старательно убирал Вот сейчас на демке рыбакопа покажу Там очень хорошее поле Заливки На нем хорошо видно То есть вот, например, здесь можно видеть, что поле абсолютно ровное И никаких волн на нем нет Это вот режим 48 ТВ Точно так же я выравнивал для режима 128 Но вот на 48 КБ В VGA режиме Он выглядит волнами То есть если под него я сейчас выравниваю То у меня поползет 128 КБ В режиме Просто частота у нас цепляется одна Здесь для всех трех режимов 48, 128 и Пентагон Для VGA Вот картинка ТВ для 128 КБ То есть тайминги 128 КБ Вот VGA 128 КБ То есть для него как раз я выравнил Оставил На Пентагоне ТВ опять выравниваю Потому что свой режим используется А вот Пентагон VGA опять же используется 128 КБ И опять мы видим этот матрас на экране Вот для 60 Гц Я получилась выставить ТВ режим И VGA режим То есть они абсолютно ровные по всему экрану Субтитры делал DimaTorzok Сейчас включен ТВ режим Пентагона И вот мы видим как он Плавно отображает картинку Вот возникает надпись Сверху экрана Вот она движется То есть ТВ режим вполне нормально ее отображает Переключаемся на ВГ режим Того же самого Пентагона Тоже все отлично отображается